Ой-ой-ой! Я зонтик! Чего напугала? Я уже думала, кто-то выскочил. Прости. Так дождя нету, он не капает. Близ-близ-близ, Маня. Я же тебе говорила, дождя нету. Вот и зонтик, зонтик. Всем привет. Не зря зонтик брала. Ну, здрасте, товарищ. Ты домой? А, нет, он нас провожать, как всегда. Вот у нас верный пёс, Батон. Да, мам, видишь? А, да, закапал дождик. Так, кто мне тут рассказывал, что у нас тут маки распустились, а? Вы что думаете, тюльпаны от маков не отлечу? Вот они закрылись. Видите, тюльпаны. Маки наши. Так, всё, мы поехали. Мы хотим в эпицентр съездить и наконец-то успеть купить то, что в прошлый раз не успели. Так, зайка, надо, чтобы ты отошла и открыла. Хорошо, сейчас отойду. Главное, не купить воды. Ну, да, ты же не в резиновых сапогах. Да. Закрывай зонтик, стряхни её и залезай. Молодец. Это он не закрыл? Бабушка, что-то так утеплилось. Так холодно на улице. Да, не такое, что холодно. Не зря коты тыкали мордой, да? Да. Так вообще говорят, может быть ночью будет мороз даже на улице. Мороз, снег. Я когда хочу пойду гулять и кататься гасанком. Да. Пять снежки. Алиса, пристёгивайся. Пристёгивайся, дочь. Хорошо. Не забывай. Учись. Да я и так научилась. Зачем мне учиться? Нет, надо за одну сторону тянуть, за верхнюю. Она вытягивается. К нас сидит, Катя, да? Ага. А я же... Катя опять на чуте у Насти. Катя опять на чуте говорила. Она не вытягивается, не вытягивается, не вытягивается. Так. Да, не зря. Я сама еле вытягивала. Бабушка. На, я тебе передам. Дай Алисе бананчик себе возьми. Она поела дома, а теперь надо закусить ещё бананчик. А вот этим нельзя закусить? Пусть она бананчик съест. В садик пойдёшь? Не, я уже слишком большая для садика. Не, небольшая. Небольшая. Дочь, не большая ты ещё, нет? Или в школу, или в садик. А, мама, найди эту салфетку. Мы не в садик, не в школу не пойдём. Потому что мы в офицентр, а не в садик. А не в садик, не в садик. Алисочка, не сейчас, а когда-нибудь. Когда-нибудь поедем в школу. В школу сразу. Так, подожди, тебя же Ваня звал в садик с ним ходить. Ты что, с Ваней не пойдёшь? Да, уже его забыла, наверное. Да, да, забыла. Ну, думаю, что это другой Ваня. Ну, Ваня, с которым на площадке вы про монстров говорили. Не, не помню. Забыла. Так, мы, как всегда, по лужам. Но в группе, наконец-то, написали, что дадут на рассмотрение. Там три улицы заасфальтировать, нашу в том числе. Поэтому какая-то надежда слабая появляется. А вдруг? Катя у нас сейчас опять на занятиях по вождению. Кота уже, наконец, у неё закончится. Что-то, кажется, что бесконечно. Ещё два месяца после. Да, ещё после этого два месяца практики. Ну, это сейчас идёт у неё теория. Вот. А потом она сможет водить машину. Но первое время, ты же не будешь ей разрешать одной? Ты же с Настей первое время вместе ездил, рядом сидел. Я вообще не ездил, пока она права не получила. Ну, она на твоей ездила сначала, когда у неё своей не было. И ты всегда рядом сидел. Ну, права-то она уже тогда получила. Ну, понятно. Ну, так и Катя ж получит права. Я шо, тебе говорю, что Катя сейчас будет ездить? Я говорю, когда Катя права получит, ты будешь с ней ездить первые месяцы? Или ты ей прям сходу разрешишь самой? Не, ну, пару раз проедусь, посмотрю. Пару раз? Если живым, а встану. Алисочка, не расстраивайся. Не расстраивайся. Ну, всё, всё. А где палочка от сока? Она потерялась. Алиса забыла дома ту свою игрушечную уточку, которую так старательно купала. Хотела с ней поехать. Кушай, давай, мы сейчас уже доедем. Всё, не плачь, доченька. Ну, подождёт тебя-то уточка. Ага, нет, это какая-то снялась. Домой поехать. Алис, мы почти доехали. Всё, ничего страшного. Поедет с тобой в следующий раз. Нет. Какие в детстве расстройства смешные. Забыла игрушечную уточку. Так расстроилась, прям слёзы текут по щекам. Нам бы с вами такие проблемы, да? У нас погодка так себе. По такой погодке только в какой-нибудь магазин и ехать. Ну, или дома сидеть. Мы, считайте, почти весь день дома просидели. У нас были в машине сапожки резиновые. И поэтому мы их, Алисе, разрешили надеть и походить по лужам. Алис, тут машины ездят только смотреть. Не торопись. Алис, там тоже машины ездят. Да и дай бананчик свой. Ну, давай, в эту лужу можно аккуратненько. Пока машин нету, ходи. Нет, далеко не ходи, только по этой луже. Вот здесь, где я. Вернись ко мне. Вот по этой, да. И прыгать не надо, потому что заляпаешь штаны. Так, мы к лужам. Ничего, ничего, идем. Давай руку. Во, я нашла. Мам, что ты лужа? У меня это бумажка, господи. Я нашла тебе лужу. Только медленно ходи, чтобы не забрызгаться. Нашли, где походить. Давай, вот эту лужу вперед и назад, иди. Алис, давай, вперед и назад, и пойдем в эпицентр. Доходи до конца. И ко мне... Нет, не брызгай только. Поднимай ноги, Алис. И бегать не надо, не надо, не надо. Мы же в магазин еще пойдем, мы же не домой сразу. Бросилась мне детская зубная щетка, вот такая, в глаза. Смотрю, написано от двух до восьми аниус. И уже знаю, что это на испанском аниус. Вот. Понравилась гусеницами этими. Необычно. Ну, а в целом мне нужна детская зубная паста. Алиса жаловалась, что осталась только та у нее, которая ей очень щиплет. И мне вот интересно, какая же ей щиплет. Сейчас она придет, она пошла сапожки переодеть с папой, ей неудобно. Есть такие, кстати, которыми мы еще и не пробовали чистить. Даже с шоколадным вкусом. Ух ты, что-то новенькое. Может взять с шоколадкой. Такое она точно не чистила, так и точно не щипала. А вот какая из тех, что мы покупали, щипала, я не знаю. Но это меня, конечно, удивило. Алис, покажи мне, какая тебе зубная паста щипала зубки? Какая у нас осталась, которая тебя щипает? Там с белочкой. С белочкой? Ну, давай выберем тебе такую пасту, которая не будет щипать. Давай. Давай, ты выберешь пасту, а я тебе бабочку трава делаю. Мне самой выбирать, да? Да, я хочу добавить зубную пасту. Ну, хорошо. А хочешь зубную пасту попробовать со вкусом шоколадки? Ой, тут написано 6+. Правда. Но нам же до 6 недалеко. Или это имеется в виду, когда уже появились зубы постоянные? 6. Еще шмалусь. Можно брать 6+, да? С вкусом шоколадки тебе возьму. Попробуем. Я понимаю, что она вкусная. Ну, что, что, ладно, шоколад есть, зубная паста. Думаешь, невкусно? Не кажется. Да. Так, Алиса, как всегда, уселась и едет. И мы заодно купили еще розовую зубную пасту, потому что скоро будет челлендж у нас весь день в розовом цвете для Алиски. И нужна будет розовая зубная паста. И у меня тут вот есть списочек, что нам надо купить. Кость, где... Давай посмотрим, где проволоку эту купить, твердую, которую я у тебя просила. Пойдем посмотрим. И пойдем посмотрим для уток. Есть что-то такое, ну... Типа у той сетки свернутой. Где та сетка? Где та сетки свернутый.